приветствую друзья короче тема у нас такая у нас сегодня покраска с баллончиком то что я ненавижу вообще друг попросила частично отремонтировать задний передний бампер на ситроене короче вот вы можете посмотреть вот такие были повреждения передний задний бампер крещены две штучки там на заднем бампере ну и также сама лопнула шпатлевка на правой стороне здесь все заметно в общем ребята что я вам расскажу по поводу покраски с баллончика тем более сус того человека который привык красить краска пульвером конечно покраска очень отличается отличается нанесением с баллончика тем же давлением как раздает сопла свой радиус покраски и так дальше первым делом до нужно было все это поснимать потому что это все удобнее намного паять и ремонтировать все из них значит первый этап ремонта бампера ребята я снял бампер я увидел кто-то туда руку прикладывал то есть ну ранее бампер ремонтировался один из минусов зачастую сейчас китайские бампера они идут знаете на такой основе не пластика а на основе какого-то вот как стержнем силиконовый пистолет то есть при пайке либо нагреве бампер себя так отвратительно ведет что это просто не описать словами сетка не впаивается если ты чем-то прижимаешь хочешь задать форму и впаять поглубже сетку то это практически невозможно надо какие-то приспособны что-то какой-то материал искать который не налипает вот это жидкость или я не знаю что всего сделан банка в общем один из нюансов ребята есть ребята которые ремонтируют пластиковые бампера берут эпоксидку мешают стекловолокно заливают это все нет ребята это все никак это пластик он всегда имеет функцию деформации при различных изгибах и потому если доходит дело до ремонта бампера то в первую очередь ребята возьмите паяльную сетку максимально там мелкую какая есть ну на данном примере я вот могу вам показать какая должна быть сетка какой фракции и принцип впаивания сетки ребята вы должны понимать что ее если толщина соответствует где-то трем четырем может 5 миллиметрам толщины бампера то ребята поймите одну простую фишку где идет длинная трещина хотя бы пять десять сантиметров и она идет не просто вот так посредине пластика лопнула и все а идет на какой-то изгиб наконец заканчивается посредине бампера а второй конец идет уже на разломе то ребята первую очередь да понятное дело вам это нужно все аккуратненько паяльником спаять соединить стык стык задать просто форму вот так оно должно быть ну конечно паяльник не выдержит я не знаю как вы будете припаливать полить спаивать что-то подкладывать я не знаю это практически невозможно паяльник не спаяет этот банк просто так бесед я довольно долго уже занимаюсь данной темой и ребята если вы впаиваете сетку сетка должна лечь на глубину где-то вот соответственно от толщины бампера 4 миллиметров сетка должна сесть ну это в среднем на 2 миллиметра вы сами должны понимать что если сетка находится за материалом пластика при изгибе когда вы шлифуете вы оттавливаете по наружке наносите шпаклевку и так дальше вы же понимаете что основа что держит вот эту трещину это сетка которая просто наложена сверху и когда бампер изъебается то это пора трещина открывается и естественно лопается шпаклевка либо сейчас либо со временем поэтому вам нужно максимально впаять сетку примерно на половину толщины бампера чтобы она работала как не на разрыв а просто на изгиб это один из нюансов для тех кто не ни разу не паял сеткой либо кто может паять неправильно впаивание строительным феном да вы возможно можете перепалить то это первый раз делает туда вы настраиваете как-то более-менее температуру на фене чтобы понимать что вы не спалите его самый самый простой метод это когда вы до либо что-то вы берете в ладошку если у вас есть доступ либо в перчатке какой-то которая не пропускает вот эту температуру на фене вы с одной стороны держите бампер другой вы приложили кусочек сетки если у вас трещина идет просто полоска возьмите вырежьте 3-4 сантиметра шириной паяльной сетки проложить ее в длину по шву выгните там сразу форму потому что когда вы феном начинаете прогревать она впаивается то начинает края загибаться и вам кажется что это невозможно вообще впаять ту же сетку этот пластик и начинает деформировать постоянно вам нужно держать фиксировать форму если по наружке вы перед этим паяли не впаивая сетку и по наружке все четенько ребята возьмите малярный скотч просто склейте этот стык чтобы он не разорвался это раз и во вторых чтобы поэтому же скотчу вы чувствовали что пластик по наружу идет себя нормально он не деформируется от нагревания феном в этот момент у меня сгорел мой фен который у меня проработал уже более пяти лет ребята ничего страшного это заняло у меня пять минут я разобрал фен нашел спираль которая лопнула и просто спирально спирально тянул собрал фен ключев я дальше продолжил паивать сетку вами все нормально короче мы далеко от темы возвращаемся когда вы все вот это сделали ребята максимально потому что это пластик это не металл вы надеваете на бампер вам так будет удобнее если конечно есть доступ и позволяет помещение вы надеваете этот бампер запаянный на машину естественно вам проще выготавливать его по месту наносить шпаклевку смотреть по форме выготавливать вы знаете что бампер стоит твердо и его не корежит в разные стороны вам проще наносить шпаклевку и выготавливать форму которая должна быть на бампере здесь все видно я также самое поступил я попаял его отдельно сразу отдел один бампер потом отдел 2 не так удобно я думаю многим тоже так бы было бы удобно делать когда вы пошпаклевали выгодавили бампер у вас доходит дело вы находитесь в гараже ребята там температура где-то вот до 10 градусов это не факт плюс плюс минус 0 ну ребят ну вот у меня есть гараж вот у меня есть так сказать вот такие условия для ремонта бампера на моей машине ребята обзаведитесь элементарной фишкой если вы не хотите вести куда-то свой автомобиль в ремонт какой-то малярный цех и вам нормальных условиях это отремонтируют а вы хотите сами это сделать ребята обзаведитесь просто обогреватель обычной дуйкой вот на примере вот такой обзаведитесь этой вещью она там стоит совсем немного потому что вы тот же болотчик краски будете за ту же самую сумму покупать но мы возьмете в болотчик краской вы нанесете минусовой температуре краску либо же тот же грунт его сразу начнут проявляться потеки ну что вы сами понимаете холодная поверхность плюс баллончик вы наносите нету так сказать той адгезии той температуры высыхания этот этот момент нанесения грунта я не заснял но для себя для эксперимента я кое-что сделал да это тоже не видно на видео я не показал это потому что мне было неудобно у меня в одной руке был обогреватель во второй баллончик без обогреватель я нанес тоненьким слоем грунт затем второй слой ну так как я уже более четырех лет крашу краска пульвера я понимаю как нужно правильно наносить хоть даже это и баллончик но все равно пошли потеки в любом случае ну все я подождал пока она высохла подождал там минут пять-десять до взял обогреватель высушил это место да я нанес еще под обогреватель я нагреваю поверхность баллончик должен нагрет быть под комнатную температуру естественно там как пишут так и нужно сделать где-то примерно 35 минут болтать баллончик естественно что он был теплый вы наносите грунт и сразу дуете на эту поверхность вы моментально своими глазами видите как тот грунт который вы наносите он момент моментально из глянца превращается в мат в этот момент вы понимаете что этот слой уже высох то есть если вам нужно еще перекрыть ту шпаклевку перекрыть пластик темные у вас там допустим цвет краски там белый как у меня то вам нужно максимально грунтом перекрыть вот это ремонтное место и вы наносите там у меня там получилось три четыре пять слоев чтобы перекрыть вот это место ну у каждого по-своему именно под обогреватель просто вы сушите поверхность поверхность теплая когда на нее попадает грунт такой же комнатной температуры то идет взаимодействие и сразу в этот момент грунт прилипает и высыхает прилипает высыхает и также сама он закрывает вот эти все поры закрывает оттенок шпаклевки и всего прочего что там прячется под грунтом а там шпаклевка я так понял может быть ни одного цвета там может быть шпаклевка по пластику там со стекловолокном финишка и так дальше вот вот мой результат покраски да я нанес грунт да у меня пошли потеки изначально когда это дело без обогревателя но в любом случае я перекрыл ремонтную площадь нанес 45 слоев грунта дал хорошо высохнуть ну естественно я замыл это место там 320 шкурочка 500 чтобы убрать потеки потеки спокойно убрались все чётенько затем ну естественно обезжирить и есть вот такой нюанс ребята сейчас я вам покажу это не покрасочный баллон это совсем другой баллончик вот видите дюзу это дюза у нас ребята вращается кто кто может этого не знал вот вот в данный момент сейчас есть просто виды баллончиков которые просто вот так наносится вот кружком а есть вот именно вот такие кнопочки которые наносят при вот таком положении краску вот так либо повернуть на 45 градусов и будет наносить так как положено это тоже один из нюансов даже в таком грунте для мест свежей свежеповаренного металла даже здесь такая кнопочка стоит то четенько все мы закрасили естественно даже я не ожидал мы взяли баллончик окрыловый ну то есть мы не брали базу мы хотели так меня попросили вот давай я крылом задуем и все типа и мы забудем там без базы без лака и так дальше все как скажешь ну если это так будет более-менее бюджетнее то давай так сделать хорошо и вот мы покрасили все части все получилось четенько блеск там до напыление естественно ребята ну сами понимаете площади ремонтная когда вы подготавливаете все под грунт вам нужно зачухать площадь два раза больше ну естественно покраска и туда-сюда это площадь два раза больше это та площадь на которую попадет грунт для того чтобы соединить неремонтную неремонтную область с ремонтом ну и затем вам нужно во время замывки грунта замыть еще большой радиус для нанесения покраски замыть ребята не зачухать для того чтобы когда вы наносите краску когда она высыхает в любом случае вы можете взять любую шкурку там двухтысячку трешку и просто водичкой замыть вот это все место и убрать просто на напыление убрать переход и все будет четенько но в нашем случае мы покрасили машину оставили на ночь в гараже естественно там было холодно мой друг приехал и как есть такие любители пальцем тыкнуть посмотреть высохла или нет да осталась меточка но ничего страшного там вроде ничего такого вчера было солнечно то на солнышке машина более-менее высохла все получилось довольно таки нормально далее вы у меня на канале можете увидеть мое количество покраски как я это делаю с пульвика но не помешало бы на мой канал выставить видео как я делал в первый раз покраску побольше так что ребята это просто моя рекомендация разных условиях обзаведитесь обогревателем если у вас рожа холодно и вы хотите быструю быстрый скорый ремонт покраску все я думаю у вас все получится всем счастливо до скорого а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»